Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды и у нас закончился турнир буквально час назад. Ну что друзья мои, я забираю свой приз. Лига мастеров, 3 звезды, не меньше. Так, сюрики, донателла классика, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Забираем здесь ежедневные награды. Ну что, давай посмотрим, кто у нас на этой неделе разыгрывается. Так, подожди, сюда. Да ладно, Леонардо теперь, ну ё-моё. Дали бы конечно того персонажа, который мне нужен. Ну, Леонардо, так Леонардо, что ж поделаешь. Так, испытания, друзья мои, усиление технодрома, вот, вот это уже другое дело. Здесь мы с тобой сможем пофармить Крэнга. Классическая бойня и девичья сила. Ну, девичью силу мы с тобой пройдем на изи. А нужно ли нам вообще проходить? Нужно, потому что здесь есть Шенигами, здесь есть Кунаичи Эйплил. А классическая бойня что дает нам? Ага, Бибок, Рокстеди и Шреддер. Плюс Крэнк также. Отлично. Ну что, забираем здесь награду. И поехали по порядку. Так, пройти серию испытаний и бои. Ну, в начале, наверное, я все-таки захвачу бои. Так, где у меня карайка? Вот она. Так, нам нужно здесь. Ага, еще семь кружек. Ну что ж, поехали. Раз. Кружечка и выполнена. Так, вторая. Третья. Давай здесь теперь попробуем. Четвертая. Пятая. Шестая и последняя. Надеюсь. Все. Так, друзья мои, прокачиваем Порошок Ниндзя до шестой ступени. Окей. Так, теперь у нас идет пассивка. Это Покров Тьмы. В принципе, ребят, тут вообще проще про Соло. Нам нужно найти два геймпада. Вот этих вот. Ну-ка, давай. Да, нам выпадает крюк кошка. Так, джойстик. И еще один. Да не надо мне крюк кошку. Сейчас будут меня травить, да? Все. Так, и получается, что нам нужно с тобой... Ага. Восемь ящиков с инструментами. Но это уже будет в следующей серии, потому что, по-моему, у нас, да, все выполнено. Забрали с тобой награду. Так, пройти серию испытаний. Давай, быленько пробежимся, ребят. В прошлой серии так... А, выбрать персонажа. Ну, конечно же. В прошлой серии мы с тобой полностью допрошли серию испытаний, да? И смятений из другого измерения. Поэтому сейчас все это будет с нуля. Ну, для нас это не страшно. Поехали. Так, я надеюсь, мы успеем с тобой все-таки на буст. Но я тебе сразу скажу, что эта серия выйдет уже завтра. Она уже выйдет во вторник, потому что... Ну, ребят, я пока ждал... То есть, мне надо на работу сегодня, да, в ночь. Я кимарнул. И вот только в 4 часа проснулся. Соответственно, сейчас пока запишу видосик, пока его отредактируют. В общем, во вторник он будет. Но во вторник уже будет сразу еще одна серия. Поэтому две серии будет подряд, по ходу дела у нас. Так, давай-ка мы, наверное, шипы сделаем. И не могу запустить почему-то дракон-усадники Олуха. Не знаю, что там на сервере происходит. Ну, будем надеяться, что после черепашек я смогу туда все-таки зайти. И нам там нужно, естественно, прокачиваться. Так, ладно, здесь мы с тобой все сделали как надо. Двигаемся дальше. Забираем, естественно, свои награды. Так, и поднять уровень персонажа. Все легко и просто. А мутагена у нас с тобой, по-моему, маловато будет. Всего лишь 12 тысяч. А я хотел Ваньку поднять до... Знаешь, что мы с тобой сделаем? Мы пойдем на арену. А на арене мы уже набьем с тобой очень много мутагена. И, соответственно, сможем сразу же прокачать Ваньку до 90 уровня. Поэтому поехали. Вступайте в турнир. Здесь, естественно, вступим. Так, 11-11 сразу же нам выпадает. Поехали. Я смотрю, тут 15-й и 2-17-х уровня. Для моих ребят, которые 30-е уровни, это вообще, знаешь, смех на палке. Поэтому давай приступать. Могу немножко ребят подтуплить, потому что еще, грубо говоря, не проснулся. И что-то какое-то состояние как в дурмане. Вот что я сейчас сделал, а? Я обычно делаю постепенный урон. А тут решил просто выстрелить из посоха. Ну ладно, ребят, не имеет значения. Мы все равно главное прошли и двигаемся дальше. Хочу сегодня подняться до, ну, наверное, до Лиги Мастеров. Ничего себе я замахнулся до Лиги Мастеров. До Лиги Сегунов хотя бы. Хотя бы одна звезда. А лучше три. Так, здесь мы еще с тобой пак, оказывается, не открыли. Бакстер Стокман. Ага. Собственная персона нам выпал. Так, ну что, бой, продолжаем. Ищем хорошую кандидатуру. Может быть, ага, вот. 11-12. И... Авдурокса... Ой, ё-моё, язык сломаешь, пока выговоришь. Здесь, как я вижу, 21-й уровень. Это у Бивопа. Так что, ребят, давайте приступать. Будем сейчас их чикрыжить. Ну и тут, как ты видишь, Эйприлку наичи, да? Наверное, с нее мы и начнем. Потому что она будет здесь хилять. Так, Лео, делай добивку. Шикарно. Теперь вот так. Все-таки звезданул, да? Ну, ничего страшного. Мы выжили. Это самое главное. Никого не потеряли. И дальше продвигаемся. На какое место мы прыгаем с тобой? 89-е. Ну и, как ты видишь, у нас Лига Боинов уже 3 звезды. Сейчас будем переходить уже в элиту. Давай-ка посмотрим. У нас здесь... Ага, вот. Роман. Роман нам дал 12-13 кубков. Это очень даже хорошо. И уже, как видишь, 4 персонажа у нас выходят на бой. На поле боя. Так, поехали. Наверное, начнем с... Нет, с Лео. Хотел с кроликов, думал, но... В конце передумал. Надо его добивать. Да чтоб тебя. Ну, а так? А че так жестко-то, ребят? 24-й уровень. Не могу пробить. То есть, я пробиваю, но сколько мне приходится сил на это потратить? А ну-ка. Так. Эй-эй-эй-эй-эй. Давай-ка мы вот так сделаем, наверное. Успеем? Отлично. И добиваем уже бивопчика. Нормуль. Ну, смотри-ка. Они уже начали потихонечку, ребят, разбирать моих персонажей. Как бы была опасная, так скажем, ситуация, да? Где надо было уже что-то экстренное применять. Ну, и мы с тобой забираемся, естественно, в элиту. 82-я позиция. Поехали. 12-13. А дадите мне 13-13 или... 13-14, нет? Такого не будет счастья. Ха. Да, счастье есть, его не может не быть. Ладно, друзья мои, тогда я возьму вот на лего. 12-14. Окей. Ну-ка. Раз, два, три, четыре. Ну, тут все должно быть легко, потому что, во-первых, у нас уже 40-й уровень у бойцов, а у него 26-й, даже 30-го еще нету. Ну-ка, массовая так от наших кроликов хлопоухих. Замечательно. Так, муху надо ликвидировать. Получится? Еще как. Так, теперь давай бросим баллончик. Ух, великолепно. Так, минус Рафаэль. И уже Леонардо. Ать, смотри, что делает. Как говорится, на дорожку он решил все-таки мне Рокстеди немножко, да, помручить. И успел его ударить. Ну, Рокстеди в смысле этому только рассмеялся, да, и послал его куда подальше. Так, ребят, смотрите, видите, мы не перешли с вами на элиту 2 звезды. Значит, буст у нас задерживается. Плохо. Это, ребята, плохо. Мы, на самом деле, должны с вами где-то до Лиги Самураев, если... Вот самый-самый такой пиковый буст. До Лиги Самураев вообще никаких задержек быть не должно. А здесь уже задержка. Ладно, фиг с ним. Ну, что, сделаем давай вот так гранату. Угу. И добивка, скорее всего, всем. Да ладно? Ты серьезно? Сосисками на... Крис Брэдфорд получил свою. Ну, и мы двигаемся. Так, смотрим. Ну, естественно, сейчас мы перейдем с собой элита 2 звезды. А вот место какое будет у нас? 43-е. Ну, Самураи у нас будут. Это явно. Они от нас не убегут. А вот насчет сёгонов 3 звезды. Что-то как-то я, наверное, замахнулся чересчур. 2 звезды, может быть, еще от силы. Но не 3. Ну, естественно, откаты я здесь тратить не собираюсь. Потому что это первый день. Как бы нет смысла. Все равно тебя сбросят. Так, много болваны. Отлично. Так, и чашечку кофе. Завари, пожалуйста, Донни. Все. Лучшего и быть не могу. Так, ну что, давай дальше двигаться туда. Элита 3 звезды. Шикарно. И давай искать. О, 13-16. Это у нас Серега. Окей. Он уже приближается к 40-ому рангу. Я смотрю, да? 36-й, 37-й у него. Окей. А мы приближаемся к 50-ому. То есть, как бы, все равно мы делаем с собой небольшой отрыв. Так, начну-ка я, пожалуй, с Кунаичи. Ой, какая же это Кунаичи? Это у нас обычная Эйприл. Ребята, о чем это я? Вообще-то массовая атака сейчас будет. Но все равно акцент хочу сделать на Эйприл. Так, давай-ка мы, наверное, с собой сделаем еще одну массовую. Блин, сейчас вот все потрачу, и она захиляет. Нет, не успеет. Окей. Так, в ответку тоже получаем бомбочку. Так, слышь. Красавчик. Кожеголовый, добивай. А, Донни, наверное, все-таки выживет. Нет. Как удивительно, ребята, все погибли. Ну и отлично. Так, давай смотреть. Ну вот. Вот, ребята, мы уже с вами в самураях. Как я вам раньше говорил, да? У меня идет уже отсчет именно от самураев. То есть, если ты туда добрался, то можешь уже, как говорится, чувствовать себя великолепно. Так, 14.17. Альберт. Вот именно такое количество кубков я и хотел сейчас вытащить. Ну-ка, все, давай посмотрим. Так, у нас Эйприл Кунаичи. Блин, я хочу, ребята, ее прокачать именно до последней стадии, чтобы у нее был электрический разряд. Я знаю, что этот скилл очень мощный сам к себе. Это набьет электричество. Так, тихо. Надо нам здесь вот, наверное, Эйприл все-таки бомбануть. Теперь сделаем массовую. Вау. Четенько. Минус Дони. И минус Сплинтер. Прекрасно. А что может быть лучше? Ничего. Нет, может быть лучше только, когда враг сразу падает. С первой плюшки, как вот если Армагон бы делал, да? Это было бы круто. И, как ты видишь, мы попадаем с тобой на 28-ю позицию. Не перелетаем дальше. Затягивается у нас с тобой буст. Так, 14-17. Дадут мне? Наверное, нифига не дадут. Ладно. Олаф. Окей. Ну, бойцов еще вроде бы как хватает, да, ребят? Я скажу, что очень много. Вот здесь меня немножко напрягает. Мы с тобой 50 уровней. Здесь 42-е. То есть разница всего лишь на 7 уровней. Но не забывайте, что у нас все в золотых рангах, да? Причем в последних практически. А у него тут даже медяха есть. Так что давай посмотрим, сможем ли мы здесь вообще справиться. Так. И мунку повесил. Серьезно, блин? Твою налево. Так. Ну-ка, надо вот, наверное, майки нам все это с тобой ушатать. Попытаться в первую очередь. Потому что если он сейчас уклоняху еще тут врубит. Удар по земле. Вау. Мутагеной красавчик. Делает доп-защиту. Мы просто сделаем с тобой жаркое. Все. А, нет, 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 нет. Лео выжил. Ну, ребят, неплохо получилось. Вот самое противное, когда на тебя... Когда, точнее, враг вешает на себя именно иммунитет. Против всех негативных вот этих вот влияний, да? Постепенку не повесить. Там, я не знаю. Стан, интересно, влияет. Скорее всего, это тоже, ребята, как негативный эффект. Поэтому ты его не повесишь, если на тебе висит иммунка. Так, ну что, том. Да, ребята, именно том у нас тут будет. И смотри-ка, здесь 44-й, 45-й уровень. То есть, ну, где-то около полтенечка он шоркается. Опять же, повторю, ребята, здесь все серебро. Все серебро и бронза. Мы с тобой все в золотых рангах. И несмотря на это, мы все равно можем проиграть вот этой команде, поверь мне. Сделаем себе дебаф для начала. Так, прикольный дебафчик. Теперь давай-ка вот так, наверное, сделаем. Да, что-то слабенький какой-то удар. Опачки, ты понял, что он сделал? Вот так Лео, ребята, взял все. Ай-яй-яй-яй-яй, весь негатив снял. Ну, началось. Так, смотри. Ё-моё, здесь... Нам не выгодно с тобой, знаешь, что делать? Именно постепенный... Какой постепенный урон? Вообще, массовые атаки нежелательны. В данный момент я могу только лишь, наверное, Рокстеди ушатывать. Потому что он ответку не даст. Ай-яй-яй-яй, ну, поехали. Бросим Саи. Они еще ко всему прочему, ребята, под усиленной атакой. Смотри, уклонение было. Почему оно не сработало? Почему по мне попали? Ну-ка, вырубим мы его или нет? Допустим. Два раза ходит Ханк. Интересно. Так, сделаем дебаф, ребята. Вот так вот. Ой-ой-ой, вот это опасно. Блин. У меня есть хей? Нет! Трындец. По-моему, у нас сейчас тут вальнут. Что, на 5 мунку вешат или это отхил? Отхил, прикинь? Твою... Блин, ну что, я только этого могу. Кабана влить. Ни провокатора нету, ни шишат, ты прикинь? Нет, есть провокация? Вот она. М-м-м, да. Когда же кончится-то у вас эта фигня-то? Я не могу понять. Я не могу их бомбить, потому что... Ай-яй-яй. Да добить ты уже этого кабана. Есть. А этот все... А, все, кончилось, да, ребят? Кончилось у нас. Давай, наверное, мы сделаем вот так вот. Ну, ударил я Дони. Если я сделаю массовую атаку, как думаешь, он сможет? Он, наверное, уничтожит мне Донателла. Давай проверим. Угу. Допустим. Да. Вот это вот зачем я сделал? Окей. Да ты достал. Надо валить вначале... Ага. Теперь... Была-не-была. Звездочка. Бабочка, точнее. Звездочка. Ой, друзья мои, вот это был большой риск. Офигенный риск. И, как ты видишь, мы все-таки умудрились выжить, не потеряв никого. Но это было тяжело. И еще раз тебе повторяю, что у него были все ребята в серебре и в бронзе. И ты видел, как он меня расписывал? Плюс он был намного слабее меня, да? Пять-шесть уровней. И все равно он меня чуть не раскатал. Вот я именно об этом вам всегда и говорил, что... Не смотрите, что враг одинаково с вами уровня, или даже чуть-чуть по уровню меньше, он все равно может тебя завалить. Да, потому что вот так ребята подбирает компьютер тебе оппонентов, да? Система. То есть, несмотря на то, что у него там, например, маленький уровень, но зато у него может быть прокачаны все скиллы абсолютно, понимаешь? Чуть ли не вплоть до седьмой ступени. И ты там ничего сделать не сможешь. Как бы ты ни боролся, все равно он будет ходить первым, бомбить чаще и тому подобное. Так что всегда бери, как бы тебе сказать, с запасом, либо в преимущество идей, либо же бери с собой супер-пупер мощного персонажа, который сможет, если что, помочь тебе. В какой-то экстренной ситуации. Так, что там у нас? Ой, ну вот как вот? Я офигею, ребята, блин, вот тут бомбит, ну ты посмотри, ну. Ах ты жучара ты, а, ты посмотри, что он творит, а. Блин. Что у нас это делать? Двигаемся так, танцевать, увеличивать силу атаки на 35%. Давай, увеличивать силу на 35%. Да что ж ты делаешь, Ирот? Так, хиляться. Нам, наверное, надо будет хиляться. Ребята, а он нифига себе, он захилял. Ты видел, как он? Постепенный отхил повесил. Так, короче. Там еще и двойная атака, ко всем прочему. Зашибись. Надо его ушатать, как можем смотреть. Смотрите, что делать. Ну, ускоряем свою команду. А разве у меня нет? Нет, не было ускорения до этого. Вот и все, ребята. Вот и потеряли мы с вами, блин. Да, я давно, ребят, такого не получал. Офигенно. Сейчас, по-моему, меня тут вообще раскатают. Хе. Ну, просто финиш. Ну, я тут сам виноват, на самом деле. Потому что, ребята, я говорил, да? Про уровни. То есть, я пятое-десятое. А сам посмотреть, что творю. Они здесь намного сильнее меня. Ну, как сильнее? Они имеют 45-44 уровень, да? А я только лишь 50-й. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же я лопухнулся, ребят. Опять заговорился и опять вспышку продинамил. Говорил же, что надо взять вспомогаловку. Тьфу ты. Сейчас кого-то еще уложат. Сто процентов тебе говорю. Это не обойдется двумя персонажами. Ну, будет мне уроком, а вам, как говорится, показательным уроком, что, ребят, не стоит шутить на самом деле. И недооценивать врага. Просто не стоит недооценивать. Потому что вот так вот происходит, ребят. Вроде бы слабее. Вроде бы и ранг низкий, да, у него. А разобрал? Да, труба дело. Здесь не получится, ребятам, бустануть тогда. Ну, уже, грубо говоря, все на смарку. Эх, самурай, три звезды. 95-я позиция. Да, друзья, вот так вот бывает. 14-18. Ну что, давай возьмем, наверное, с собой Джастина. 43-й ранг. Раз, два, три, четыре. И теперь я уже не буду, ребята, как говорится. Хотя уже поздно все тут что-то делать. Но, тем не менее. Зачем я взял Рокзара? Мне бы желательно здесь какого-нибудь массовика-затейника, а не Рокзар. Ладно, фиг с ним. Давай, Лапекс. Ну, слушай, неплохо, но звездануло, на самом-то деле. Смотрите, своей массовой атакой почти половину за руку я отняла. Твою дивизию ты запарил, а? Пит хиляется еще тут, а? Ну-ка, давай массовую. Слабоват. Так, хоть кого-нибудь добьешь, а? Крисиный король. Прекрасно. Троих сразу звезданул. Этот делает защиту, но она уже ему не поможет. Ну-ка. Да ладно. Ох, елки-макарелки. Ладно. Ну, что поделаешь, ребят. Ну, все как-то, все как-то пошло через одно место. Видимо, я не проснулся еще, судя по всему. А раз так тупил сегодня. Ладушки, давай двигаться дальше. 15-19. Это у нас кто? Леон Моррис. Ну, допустим. Естественно, ребята, не надо, не надо. Давай... Нет. Вот так. Да ем ее лучше Ваньку тогда возьмем. Лучше мы возьмем, чтобы Ваньку-стиранка. С его приметной дробью. Хотя, опять же, он... А нет, он первым ходит. Замечательно. Совсем, ребят, другое дело, когда... С одной плюшки улетает вся команда практически, да? И тут остается лишь добить. Вот такие вот я обожаю бои. Блин, это же надо потерять было, а? Троих бойцов в одном поединке. Ну что, мы уже с тобой в Лиге Сегунов. Одна звезда. Отлично, ребята. Посмотрим, докуда мы с тобой можем добраться. Ахмед. Дюсан. Ну, давай возьмем Ахмеда. Раз, два, три, четыре. И... С помощью к нам пойдет... Да тут можно даже и Багстера Стокмана взять. В принципе, его на Смертельная Волна, или те же самые милые маузеры, должны будут забомбить. Ну, проверим. Выпустим. Давай Смертельную Волну, потому что она постепенно урон решает еще. У-у-у. Тут похоже все, ребята. Они доигрались. Они даже ничего не успели сделать, потому что мы быстренько их заколбасили. Хорошо, двигаемся далее. Так, позиция у нас 54-я, да? Ну, практически ровно половину мы пробежали. 15-19. Не дадите мне, например, 15-20? Нет? Не, они хотят. Ну, фиг с ним, я соглашаюсь. Давай вот... О, Наталья. Давно девчонка у нас не была, да, противников, поэтому... А здесь уже все. Можно, ребята, никого не брать, не менять. Тут уже пошла полуимба 70-й уровни. Так что быстренько мы их тут запинаем сейчас. Ну что, первый ходит Карайка. Дальше. Какой супер-шреддер? Я даже не знаю, это не классический шреддер, да, у нас? Но, тем не менее, мы с тобой забомбили. Все. И, наверное, я так думаю, еще один-два поединка, это максимум. До трех звезд мы с тобой, конечно, не доберемся. Мы даже... Ну, до двух? Да, до двух доберемся. Так, ладно. Давай смотреть. Вот, 15-20. Александр это у нас. Раз, два, три. Четыре, пять. Нет, еще, ребят, еще два поединка будет, оказывается. Я думал, это будет предпоследний. Нет, там еще. Есть персонажи, да? Ну что, начнем с бомбочки. Так, замедляха. Удар. Давай просто ударим. Теперь массовая. И Стокман выжил, да? Ну-ка, если так. На тебе. Вот и все. Так, а мы перешли с тобой или нет? Посмотрим. Ага, вот сейчас перейдем. Лига Сегунов, две звезды. Ребята, 71-я позиция. Слушай, а мы, наверное, дойдем все-таки, да? До трех звезд. Все-таки умудримся. У нас потому что еще два поединка с тобой. Вот, 16-21. Как раз я это и искал. Раз, два, три. Четыре. Пять. Раз, два, три. Ну и придется два откатика потратить. На то, чтобы сделать полностью команду нам. Из пяти персонажей. Но здесь, согласись, здесь смешно будет все это смотреться. Потому что у нас с тобой, извини меня, соточки. И они сейчас тут будут кромсать. Причем не на шутку. Удивительно. 59-е уровни выжили против атаки. Ату Сегли. Да. Я был бы еще немножко удивлен, если бы они выжили бы после атаки Армагона. Ну ладно, смотрим. 32-я позиция. Да, друзья мои. Сейчас мы с вами делаем заключительный поединок. И Лига Сегунов 3 звезды будет у нас в кармане. Раз, два. Поехали. Пять откатов у нас еще остается. Плюс за рекламу мы получим. Да, 10 откатов. Итого 15. Нормуль. Завтра выходной, ребята. Завтра, я говорю вам, будет очередная серия по черепашкам у нас. Мы где-нибудь опять ближе к вечеру, скорее всего. Потому что, ну, опять приду с работы, вырублюсь как сурок. Ну, и я. Правда, ранг, да, 92-й. Не очень, конечно, далеко убежали. Но цель, ребята, поставлена. А если бы мы, например, сегодня не проиграли бы, мы бы где-то были бы... Я думаю, ранг 50-й, 60-й. Где-то вот так вот. Но не 92-й-то явно. Так, ну что, и больше нам пока... Ага, мы же хотели... Да-да-да. Мы же хотели с тобой. Ну что, Ванюш? Вот ты и получил 90-й уровень. Отлично себя чувствует он. Веселенький, на позитиве. Так, а... На что мы с тобой получили 50 ДНК? Ты помнишь, нет? По-моему, на какую-то черепашку, да? Сейчас я гляну, ребят. Хочу просто переработать в сюрике. Блин, тут смотри. Всего лишь 2 этих... 2 ДНК не хватает, чтобы получить ему четвертую золотую звезду. И тут 5 ДНК не хватает, чтобы перевести его в золотой ранг. Все-таки уже, в конце концов. Ага, вот у нас Донателло. 6 300. Неплохо. Так, забираем здесь награды. Так, в магазине что-нибудь есть у нас? Опа! Вот это удача, друзья мои. Конечно же. Ох, ё-моё, неужели? А ну-ка. Да, ребята. Рокстаде, фильм, получает последнюю золотую звезду. Блин. Вы серьезно? А мутаген-то я где тебе возьму? Нигде, ребята. Его надо будет копить. Я-то обрадовался. Блин, надо было вначале это сделать, а потом уже апать. Я бы так бы Ваньку не трогал бы. Потерпел бы он, думаю. Лучше бы я перевел бы Рокстаде. Так, по жетонам 75. Окей. Да, тут нам еще... Но мы все-таки, наверное, сделаем с тобой, да? Слэша прокачаем. А потом позже Голового. А завтра мы еще с тобой пойдем на турнирку, не на турнирку, а на испытания. И, наверное, пройдем классическую бойню. Потому что Бибоп и Рокстаде вот эти нам нужны. Но я не откажусь от классического Шредера и Кренга. Это уж точно, ребята. Ну что, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Продолжение следует...